Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкины. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Лед все тоньше. Поиски пропавших в Каменском районе рыбаков продолжаются. Вредно и бездуховно. Депутат Госдумы Онищенко предложил запретить татуировки, что думают барнаульцы. Чтобы начинающим лучше бежалось, Сергей Шубенков сделал подарок своей родной спортшколе. Поиски рыбаков в Каменском районе продолжаются. Сообщение о происшествии поступило пару дней назад. Предположительно, двое мужчин ехали на снегоходе и провалились под лед. Сейчас поисками занимаются спасатели, полиция и добровольцы. Как сообщают в МЧС, пропавшие были барнаульцами. В Каменский район на подледную рыбалку они отправились 22 февраля. В темное время суток отправились на снегоходе с территории базы к протоке Аби. С тех пор на связь не выходили. Вчера в поисках были задействованы 14 человек личного состава, 5 автомобилей и 4 снегохода. Вчера велись водолазные работы. Было обследовано порядка 150 квадратных метров территории. Водолазы в течение дня посовершили погружение. Пока поиски к результатам каким-либо не привезли. Сегодня на месте дополнительно работают силы западно-сибирского спасательного отряда. Сотрудники МЧС советуют отказаться от выхода на лед, ведь он становится все тоньше. За январь и февраль край пережил несколько оттепелей. 11 пьяных барнаульцев установили сотрудники ГИБДД всего за несколько часов. Двое из них уже во второй раз привлекаются за вождение под алкоголем. Акция «Нетрезвый водитель» прошла накануне 23 февраля. Сплошную проверку устроили на улице Малахова, проспекте Строителей и других участках. Вы нарушили правила дорожного движения. Какое? 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 Вы ехали, управляли автомобилем. Я шел. Вы ехали? Я шел. Ну все видели, что вы ехали. Ну кто видел? Я видел. Напомним, что завождение в нетрезвом виде лишают прав от полутора до двух лет. При этом нарушителю необходимо заплатить штраф в 30 тысяч рублей. Если человек повторно садится за руль пьяным, ему грозит статья Уголовного кодекса наказания вплоть до лишения свободы. К другим темам. Алтайский край – один из приоритетных регионов. Порядка миллиарда рублей в ближайшие два года планируют инвестировать Билайн в развитие на нашей территории связи. Соглашение о сотрудничестве на пять лет было подписано министром цифрового развития края и региональным директором восточного региона Билайн. Сейчас 4G Билайн доступен почти для 85% жителей региона, но задачи компании по-прежнему амбициозные. Мы продолжим инвестировать в сеть, увеличивать покрытие, емкость сети, для того, чтобы абонент получал наилучший сервис. Мы пойдем в новые коттеджные поселки. Мы, безусловно, будем строить на ряде трасс наши базовые станции, для того, чтобы обеспечить от любителей, скажем так, уже скоростным интернетом. Важность соглашения подчеркнул и министр цифрового развития региона. Конечно же, мы имеем неравномерность обеспечения доступности связи. Где-то и только 2G, только голос, где-то 3G, а где-то и 4G. То есть, конечно же, предоставление на равных условиях всем жителям Алтайского края такой современной доступной услуги для нас является приоритетом. Прикроватные тумбочки с арабесками. Так описал людей с татуировками Геннадий Онищенко. Он предложил запретить нательные рисунки, ведь, по его мнению, это ведет к духовно-интеллектуальному кризису. Кроме того, по заверению бывшего главного санитарного врача и политика, татуировки могут стать причиной развития рака кожи и других воспалительных заболеваний. Также Онищенко считает, что тату разрушает нежный образ женщины-матери, а картинки, которые порой изображают на теле, могут пагубно отразиться на психике ребенка. А согласны ли жители Барнаула с мнением Онищенко, с этим вопросом мы вышли на улицы города. Да, я сегодня сейчас, когда я в 80-м автобусе прочитал, то есть такие данные. Но мне вызывают отвращение подобного высказывания, но только в учении, что человек навязывает свою сугубо личную позицию, отношение другим людям, и запрещает делать то, что они желают. Моя сугубо позиция, что свобода заканчивается там, где начинается свобода голая. Если человек делает татуировки, это никого не убивает, не вызывает агрессию других людей. Почему запрещает, для чего? Ну, вы знаете, мне такое мнение. Я человек уже старый, советских времен. У нас в наше время татуировки были у тех, которые были в местах не столь отдаленных. Но если молодежь так хочет, иногда это будет так ужасно, если это красиво, ради бога. Ну, я считаю, что у каждого свое дело. Каждый, что хочет, то и делает своим телом. И это личное дело каждого. Ну, я отношусь, не надо их лучше делать. Это, блин, плохое дело. Зачем? И не знаю. Ну, знаете, это дело каждого. В общем, делать татуировку или нет. Вот, как бы, молодежь делает, им нравится. Главные часы города покрасят и очистят от пыли. Речь идет о часах на здании под шпилем, на железнодорожном вокзале, в здании на Союзе Республик, а также на пересечении Малахова и Исакова. Работой выполнит новый подрядчик. Компания, которая производит электромонтажные работы. Она стала единственным участником конкурса и обязалась обслуживать все четыре механизма за сумму менее чем 400 тысяч рублей в год. Кроме того, подрядчик должен будет покрасить циферблат и поменять масло в механизмах. Отметим, что среди часов есть те, которые традиционно считают главными городскими в здании под шпилем. В конце прошлого года им исполнилось ровно 20 лет. Последний раз их ремонтировали в 2013-м. К новостям из мира спорта. Знаменитый легкоатлет Сергей Шибенков подарил родной спортивной школе новое современное покрытие – беговые дорожки. В минувшие выходные юные спортсмены их опробовали. Школа Олимпийского резерва номер 2 – альма-матер прославленного бегуна. Он-то знает, как важно иметь хорошо оснащенную тренировочную базу. Рассказывает, осенью прошлого года его коллеги получили призовые деньги по результатам чемпионата мира в Катаре. И решили раздать их другим призерам, среди которых оказался Шибенков. Он занял тогда второе место. Мне тоже часть этих денег досталась, целый миллион. Ну, в общем, моя реакция была такая же. Собственно, я совершенно не ожидал, что эти деньги у меня будут. В общем-то, конечно, это было приятно, но как-то я, ну, что ли, не отнесся к этому, как к заработанному, к заслуженному, просто как бы как подарок. Ну и решил, что, значит, я тоже должен этими деньгами поделиться. Часть денег Сергей Шибенков уже потратил на спортивный инвентарь для школы села Пруцково, что в Павловском районе. А теперь 300 тысяч рублей на новое беговое покрытие для спортшколы. Это покрытие профессиональное. Неделю назад его привезли из Самарской области. За неделю рабочие уложили его. И вот молодые юные спортсмены опробуют это покрытие. Прежнее было толщиной 1 сантиметр. Новое больше. Это и безопаснее, падать не так больно. И удобнее, что подтверждают сами юные легкоатлеты. Ноги медленнее бегали, а сейчас она мягкая, легко цепляется и быстрее получается. Подарок стал приятной неожиданностью. В ближайших планах школы не было замены покрытия. По словам самого Шибенкова, он потратил не все призовые. Часть еще ждет своего часа. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. На этом у меня все. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи.